Про сепаратизм на Донбассе сказано практически все и добавить уже казалось бы нечего когда-то эти события станут темами научных диссертаций Но уже сейчас выдвигаются сенсационные гипотезы и кем бы вы думали учеными-антропологами как же связаны так называемые народные республики Донбасса с теорией Чарльза Дарвина Оказывается стоит лишь пристальнее вглядеться в конкретные лица конкретных персонажей в каждое по отдельности или во все лица сразу Даже невооруженным взглядом видно то общее что объединяет этих любопытных типажей Мы наблюдаем здесь один антропологический подвид называемый в теории Ламброза гомо криминалибус или человек преступный Чезаре Ламброза итальянский ученый 19 века автор теории прирожденного преступника Разработал систему позволяющую определить преступные наклонности по внешности, чертам лица и форме черепа Считал что преступники являют собой отдельный антропологический подвид отличающийся от гомо сапиенс 97% ополчения Донбасса это прекрасная иллюстрация каждого пункта антропологической теории Ламброза Например это в частности неспособность работать, полное отсутствие эстетического начала, отсутствие нравственности И наконец атовистические признаки, которые в народе называют уголовная рожа Другими словами все знают что в ополчение пошли маргиналы ради халявы, мародерства и быстрых денег Ополченцы создают впечатление опустившихся людей без чести и достоинства Для них нет ничего святого, а человеческая жизнь наименьшая ценность Их лица лишены бремени интеллекта, а черты имеют антропологическое сходство с предшественниками человека разумного Естественно теория Ламброза не панацея, есть исключения, которые только подтверждают ее правоту Например маньяк Андрей Чикатило и Владимир Путин Обладатели вполне заурядных условно нормальных внешностей Но мы то знаем чего стоят эти персонажи, не имеющие никакого отношения к гомо сапиенс В итоге на Донбассе мы имеем совсем не то, о чем говорят в теленовостях Здесь нет ни гражданской войны, ни хунты с правосеками, нет ни карателей, ни защитников И тем более нет никаких народных республик Мы видим тупиковую ветвь развития человечества, которая всеми силами пытается противостоять прогрессу и свободе человека разумного На Донбассе происходит столкновение развитой цивилизации с цивилизацией ископаемой Призрачный русский мир неандертальцев и австралопитеков силится повернуть вспять всю историю человечества Но антропогенез не повернешь вспять, разум всегда побеждает, а обезьян можно просто посадить в клетку Слава Чарльзу Дарвину и Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова